Всем привет! Сегодня решила напечь блинов в воскресный выходной день. Покажу вам, как это делаю я. Что нам понадобится? Три яйца, я их предварительно помыла. Две чайные ложки сахара, пол чайной ложки соли, вот здесь. Два стакана молока. Понадобится также такой же стакан крутого кипятка, но я предварительно его не стала здесь выставлять. Скипячу чайник и налью стакан в процессе. 200 грамм муки пшеничной, 3 чайные ложки осетиного масла, форма для теста и венчик. Так, приступаем. В миску для теста разбиваем 3 яйца, добавляем соль, сахар и вливаем пока 1 стакан молока. Все это тщательно перемешиваем. Можно миксером, я руками. Тщательно, чтобы превратилось в однородную массу. Просеиваем 200 грамм муки. У меня есть такая кружечка. В ту массу, которую мы только что соединили. Перемешиваем. И вливаем второй стакан молока. Перемешиваем, чтобы избежать комочков. Тем временем ставим чайник для получения одного стакана кипятка. Вот так я все перемешала. Комочков нет. Достаточно густая такая масса теста, как густая сметана. И добавляю такого же объема стакан кипятка крутого. Тесто. И быстренько перемешиваю. Вот, видно, никаких комочков нет. Такие пузырьки появились. И нам осталось добавить растительное масло на глаз немного. Три чайные ложки. Ну, я где-то вот столько добавила. Тоже все перемешиваем. И оставляем тесто 30 минут постоять, чтобы все продукты подружились. Итак, тесто у меня постояло. Вот такое оно. Такой консистенции. Без комочков. Выпекать я буду на двух сковородках. Первая сковородка у меня блинная. Покупала в магните не так давно. И вторая антипригарная икея. Она у меня мокрая, только помыла ее. Сейчас вытру и буду выпекать блинчики. Для первой партии будет нужно немного масла и сильный огонь. Плита у меня газовая. Вот. Две сковородки с маслом. Налила тесто. И скоро будем переворачивать. Первый блин, он всегда зажаристый. Далее будут уже побледнее блины. Тоже румяные. Переворачивать их люблю силиконовой лопаткой. И складывать буду вот такую большую тарелку. Вот наш первый зажаристый блинчик. И продолжаем печь. Вот такие блиночки получаются с дырочками. В тесто добавляется кипяток. И это делает структуру теста вот такой пупырчатой. Очень нравится такой рецепт. Вот такая стопка блинов получилась. Есть их лучше с горячим чаем с лимоном. Также у нас есть мед. Клюква протертая с сахаром. И брусничное варенье покупали на Ярмутке. Приятного аппетита всем!